Владимир Путин снова победил всех в кавычках на выборах президента России. Голоса никто не считал, и эти выборы, несмотря на то, что процент поддержки Путина объективно не очень маленький, все равно сфальсифицированы в пользу Путина, как и все предыдущие. Но Путин уже думает о тех шагах, которые приведут его к 2030 году, когда должны будут состояться следующие выборы главы Кремля. Однако, несмотря на всю эту так называемую неизбежность, этот новый срок Путина на посту президента стал предметом крайне ограниченной дискуссии, как внутри, так и за пределами России. И это тем более удивительно, учитывая, что режим Путина, возможно, сейчас наиболее нестабильный, чем когда-либо раньше, с низкой перспективой решения растущих экономических проблем России и увеличением числа смертей на полях битвы в Украине. Летом 2023 Россия увидела неожиданный заговор, возглавляемый поваром Путина, который почти двинулся на Москву. Осенью бурные антисемитские волнения, которые никто не подавлял, и протесты, вспыхнувшие в обычно спокойных местах, как, например, в Башкортостане. Никто не может сказать, что эти события предвещают, но очевидно, что война в Украине помогла сделать внутреннюю ситуацию в России менее стабильной, чем она была десятилетиями, и всякие потенциальные будущие сценарии уже не кажутся невозможными. И сейчас самое время задуматься о них. По крайней мере, рассматривая возможные сценарии и вероятность их наступления в недалеком будущем, Запад может начать соответственно готовиться, особенно с точки зрения стратегии и политики. Мы ведь много знаем о прошлом России и многое о ее настоящем. А что же с будущим России? Авторитетное американское издание «Политику» рассмотрело пять возможных сценариев для Российской Федерации после выборов, которые Россия может или не может пережить до конца следующего срока Путина в 2030 году. Редакция украинского канала Репостус сделала сокращенную адаптацию этого материала на украинском, но мы также решили сделать и русскоязычную версию для канала Хрендяблики. Подписывайтесь на оба канала, ставьте лайки и пишите комментарии, тем более что некоторые тезисы политика довольно спорные. Так что будет интересно почитать ваши мысли. Если захотите поддержать наши каналы финансово, это можно сделать с помощью Patreon и BuyMeCoffee, но самое главное – отправляйте донаты на ЗСУ. Итак, сценарий номер один. Достаточно неожиданный. В России процветает демократия. Вероятность этого сценария «Политику» оценивает в 5-10%. Антикоммунистические и антиколониальные революции 1989 года показали, что тоталитарные режимы могут быстро подвергнуться коллапсу из-за демократических вызовов. Путинские ошибки в Украине вызвали недовольство в части общества, увеличивая интерес к демократическим альтернативам. Смерть Навального в тюрьме, который мог бы возглавить демократические движения, почти уничтожила демократические надежды в стране. Однако его превращение в мученика может возродить движение за демократию. Вместе с другими протестами, включая те, которые организованы семьями солдат, появляется возможность для демократического всплеска. Однако шансы на изменения до 2030 года минимальны. Роль Навального была уникальной, но его смерть и последующие репрессии снизили возможности для развития демократии. Россияне в основном остаются пассивными или поддерживают режим, несмотря на конфликт в Украине. Для поощрения демократии в России Западу следует быть осторожным и не делать поспешных выводов. Победа Украины может ослабить российский национализм и побудить их демократическим изменениям. Запад должен быть открытым к отмене санкций в обмен на реформы и способствовать развитию отношений с соседями России. Важно не возлагать все надежды только на одного лидера, как было с Навальным, учитывая его националистические взгляды и собственные слабости. Это должно стать уроком, чтобы не игнорировать глубину российского империализма. Сценарий номер два. Распад России. Вероятность 10-15%. Аналогично историческим периодам распада Российской империи и СССР, современная Россия может столкнуться с массовыми протестами и этнонациональным расколом в условиях продолжительной войны. Регионы и народы, втянутые в конфликт, могут стремиться к независимости или большей автономии, ссылаясь на исторические прецеденты независимости после распада больших империй. Хотя некоторые аналитики считают такой сценарий невозможным из-за сильной власти Путина, недооценка потенциала распада была бы ошибкой. Конфликты в Чечне, Татарстане и других регионах могут спровоцировать более широкое антиколониальное движение. В то же время экономические и экологические проблемы усиливают недовольство властью. Запад должен поддерживать демократические инициативы внутри России и готовиться к возможной территориальной реорганизации, учитывая сложную мультиэтническую структуру страны и ее колониальное прошлое. Важно обеспечить безопасность ядерного арсенала в условиях возможного хаоса, используя опыт времен распада СССР. Сценарий номер три. Восстание националистов. Вероятность 15-20%. Еще недавно возможность восстания националистов, угрожающих Москве, казалась нереальной. Однако события, подобные делу Корнилова и Пуччу 1991 года, указывают на исторические прецеденты. Марш Евгения Пригожина на Москву в 2023, хотя и не достиг своей цели, показал уязвимость Путина. Убийство Пригожина, вероятная месть Путина, не меняет факта наличия основных причин недовольства – военные неудачи, ресурсное истощение страны и экономическое неравенство. Однако неопределенность такого сценария не является очевидной. Уникальность Пригожина как публичного оппонента Путина и расформирование его сил делает повторение подобных событий менее вероятным. Путин, усиливающий националистическую риторику, только усложняет вызовы для потенциальных претендентов из правого спектра. Запад должен быть готов к возможной смене власти в России, на более националистическую. Важно усилить санкции, поддерживать дипломатические связи с соседями России и готовиться к сдерживанию новой экспансионистской политики Москвы, используя опыт холодной войны. Сценарий номер 4. Технократический перезапуск. Вероятность – 20-25%. После двух лет неудачного вторжения России в Украину, экономические потери и человеческие жертвы накапливаются, увеличивая вероятность смены власти. Аналогия с изгнанием Никиты Хрущева в 1964 году указывает на возможное повторение истории, где внутренний круг Кремля может решить про пенсию для Путина, Перспектива смены власти до 2030 года возрастает с потенциальным наследником, который не обязательно будет демократом, но который будет представлять западнообразованные технократические элиты. Эти новые лидеры могут возложить ответственность за войну на Путина, обещая возвращение к нормальности и возможное освобождение политических заключенных. Однако переход от авторитаризма к технократическому управлению потребует значительной энергии и ресурсов, так как диктаторы, такие как Путин, имеют склонность удерживать власть, используя весь государственный аппарат. Путин с его широкой поддержкой в официальных кругах и потенциальной военной победой в Украине может легко сорвать любую попытку заговора. Что должен сделать Запад? В случае смены власти на более технократическую Запад должен придерживаться стратегии скептицизма, помня о предыдущих попытках перезапуска отношений с Россией. В то же время следует поддерживать демократические реформы и требовать от России компенсацию за действия в Украине, при этом готовясь к возможному возвращению к авторитарным методам управления. Сценарий номер 5. Вечный Путин. Вероятность 45-50%. Этот сценарий, в котором Путин остается у власти, всегда казался наиболее вероятным. Учитывая контроль Путина над ситуацией, даже при внешнем давлении и внутренних вызовах, он может не только завершить свой текущий срок, но и продлить свое правление. Смерть Навального и относительная стабильность российской экономики, несмотря на санкции, играют на руку Путину. В возрасте 71 года у него есть потенциал оставаться в игре еще долго. Однако следующий срок может стать для Путина самым сложным из-за экономической стагнации и последствий войны в Украине. Эти факторы могут усилить внутренние и внешние вызовы для его режима. Что должен сделать Запад? Запад должен усиливать давление на Россию, используя все доступные средства. Ужесточение санкций, ограничение цен на углеводороды и конфискация активов российского центрального банка должны продолжаться. Важно также углублять отношения со странами, соседствующими с Россией, способствуя демократическим процессам. Поддержка Украины и признание долгосрочной угрозы российской агрессии остаются ключевыми. Понимание того, что Путин у власти означает продолжение войны в Украине, должно побуждать Запад использовать все возможные инструменты для поддержки изменений в российском руководстве, готовясь к возможным дальнейшим вызовам. Эти пять сценариев открывают широкий спектр возможных будущих для России, каждый из которых имеет свои предпосылки, траектории и, конечно же, свои риски и возможности не только для России, но и для всего мира. Сценарий расцвета демократии в России выглядит почти утопическим, но потенциал общества к изменениям не следует недооценивать. Распад страны, с другой стороны, открывает ящик Пандоры, национальных и этнических вопросов. Исторические прецеденты, как в 20 веке, так и после распада СССР, подчеркивают риски и возможность хаоса при таком сценарии. Националистический подъем подчеркивает дилемму между единством и раздором в мультиэтническом обществе. Этот сценарий может указывать на опасность эскалации внутренних и внешних конфликтов. Технократический перезапуск может показаться наиболее цивилизованным выходом из кризиса, но здесь важно помнить, что технократия без демократии может легко превратиться в новый авторитаризм. Сценарий «Вечный Путин» отражает инерцию текущей политической системы, однако он также подчеркивает, что даже самые крепкие режимы не имеют иммунитета к внешним и внутренним вызовам. Ни один из этих сценариев не является неизбежным, и каждый имеет свои условия реализации. Как учит история, будущее не является линейным или предсказуемым, а зависит от выбора, который делают не только власть, но и общество. Возможно, самое важное, что мы должны взять из этого анализа издания «Политико», это понимание того, что будущее России лежит не только в руках ее правителей, но и в коллективных действиях и выборе ее народа, а также в ответственном отношении международного сообщества к этим процессам. А что думаете вы? Пишите свои мысли в комментариях и делитесь этим видео. Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на платформе BuyMeCoffee и Patreon, где вас ждут дополнительные видео и ролики до официальных премьер. Пользуйтесь функцией YouTube-спонсорства и обязательно отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы!